Вашингтон пост написала что-то вроде того, что там наблюдается существенный дефицит товаров. В Форен Полисе они опубликовали доклад, в котором говорится, что экономика России находится в черной дыре, пропорция которой никогда раньше не наблюдалась. И поэтому я немного нервничал, отправляясь туда. Я поехал в сельскую местность за пределами Москвы и зашел в продуктовые магазины, как вы только что видели. И вещи были дешевыми, и в них было больше товаров, чем в Холлфудс здесь, в Нью-Йорке. И какова же цель? Какова цель этих санкций? Цель, очевидно, состоит в том, чтобы вызвать беспорядки, нехватку продовольствия, сделать людей недовольными правительством. Надеюсь, люди выйдут на улицы, и в конце концов мы хотим смены режима в России. Мы хотим другого правительства. Но, как вы можете видеть, этого не происходит. Я поговорил с сотнями людей в России, и они подпадают примерно под три различные категории того, как они относятся к санкциям. Первая категория людей, они считают себя русскими патриотами, и им все равно, если они не могут пользоваться Netflix. Им все равно, исчезнет ли Spotify, им все равно, если они не смогут отправить деньги за границу. Они верят в правое дело и поддерживают свое правительство. А затем еще одна группа людей, может быть, вы сочтете их либералами, они у нас есть везде, и они выступают против санкций только потому, что не могут уехать в отпуск. Они не могут смотреть Netflix, и они выступают против войны, потому что они выступают против санкций. Они просто хотят жить так, как они обычно живут, а это относительно комфортный образ жизни. А другая группа людей даже не замечает, что что-то происходит. Может быть, они просто покупают еду в магазине, бензин дешевый, они ездят по городу. Эти санкции на них никак не влияют. Верно. Ну, я имею в виду, что суть всего этого в том, что санкции влияют на нас, как и на Западную Европу, и они разрушают нашу экономику. Итак, позвольте мне спросить вас очень быстро, просто для протокола, сопровождал ли вас сотрудник правительства Путина. Поскольку ваш репортаж был составлен, управлялся или направлялся кем-либо из правительства Путина. Никто из правительства, ни из какого правительства не был со мной. Я один ходил вокруг и документировал то, что видел. И мы благодарны вам за это, потому что больше информации, свободный поток информации необходимы в условиях демократии. Джереми Лафредо, большое вам спасибо.